В каждой стране мира есть своя национальная валюта. Однако, ввиду экономических факторов, исторических перипетий и многих иных обстоятельств, нередко государства используют международные валюты, такие как доллар, евро или же рубль, часто принятые в оборот в соседних странах или государствах-партнерах. В Абхазии также существует собственная денежная единица – АПСАР, официально введенный законом в 2008 году. Изначально выпускались исключительно памятные монеты АПСАРы, но с 2018 года выпускаются также и памятные купюры. Идея создания национальной валюты возникла сразу после окончания нашей войны в 90-х годах. Очень много думали, разрабатывали различные проекты, дизайны, даже было введено понятие АПСАР, которого ранее до этого не было. Но, к сожалению, имитировать национальную валюту в те годы по политическим причинам, в силу непризнанности было невозможно. И лишь в 2008 году, с того момента, как Российская Федерация признала Абхазию как независимое государство, реализация этого проекта стала возможным. И в 2008 году, сразу после признания Российской Федерации независимости Абхазии, был принят закон о инвестиционных и памятных монетах. На данный момент АПСАРы пользуются, по словам Беслана Барателия, особой популярностью среди нумизматов, также являясь инвестиционной единицей. Главной целью использования собственной валюты на сегодняшний день является популяризация Абхазии и национальной культуры. Абхазия является платежным средством, но она не может быть использована как средство платежа. И поэтому главной задачей Банка Абхазии была эмиссионная деятельность Абхазии в первую очередь в качестве выпуска памятных и инвестиционных монет. С 2008 года, в прошлом году было 15-летие, так скажем, юбилейная дата, 15 лет эмиссионной деятельности Банка Абхазии. За это время Банком Абхазии было выпущено 126 видов монет общим тиражом до 100 тысяч штук и две банкноты общим тиражом 25 тысяч штук. На сумму Банка Абхазии за эти годы было реализовано монет и банкнот на сумму около 300 миллионов рублей. Кроме задачи получить доходы от эмиссионной деятельности, хотя это важно, но в данном случае для Банка главнее является популяризация Абхазии через монеты и банкноты. Участие Банка Абхазии в различных конференциях, выставках, мюнезматических площадках, изданиях специализированных привело к тому, что интерес к памятным и инвестиционным монетам и банкнотам в Абхазии вырос колоссально. Он теперь есть спрос со всех стран мира. Долгие годы различные экономисты ведут дискуссию относительно необходимости введения в денежный оборот национальной валюты. Беслан Барателли отметил, что вопрос применения Абхазии как средств платежа выходит за рамки банковской деятельности. Сам факт введения валюты, сам по себе факт в контексте, в отрыве от реформ, которые должны проходить в стране, сам факт ни к чему не приводит, потому что есть страны, где имеется своя валюта в большинстве стран, и страна испытывает колоссальные финансовые сложности, инфляцию, обесценение. Далеко идти не нужно. Соседняя Турция, вы знаете, последние годы сталкивается с серьезными проблемами, особенно в сфере инфляции, девальвации своей валюты. Хотя есть валюта, но она не способна. Бывают другие страны, наоборот, которые успешно справляются с кредитно-денежной политикой. То есть к чему я говорю? Просто введение валюты самого по себе оно не решит никаких проблем, если в комплексе не будут решаться другие вопросы. А в нашей ситуации, когда у нас слабая экономика, слабая экономика, и очень серьезная зависимость от внешней помощи, когда значительная часть бюджета идет в виде помощи из Российской Федерации в рублях, когда наши пенсионеры получают российскую пенсию в рублях. Однако, как отметил Беслан Барателли, в экономических условиях Абхазии говорить о введении национальной валюты на данном этапе не приходится. Очень серьезная зависимость от внешней помощи, когда значительная часть бюджета идет в виде помощи из Российской Федерации в рублях, когда наши пенсионеры получают российскую пенсию в рублях, а эти суммы до 10 миллиардов рублей в год доходят, учитывая отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Абхазии, учитывая дефицитные бюджеты, которые у нас имеются, мне кажется, что пока говорить о таких проектах рановато, потому что появление такой валюты, оно может нашей валюты в обращении на фоне того, что я рассказываю, оно может даже и обострить ситуацию, которая есть. Поэтому мне кажется, что вопрос о введении валюты может стоять, когда мы сможем создать эффективную национальную экономику, сбалансированные, с крепкими финансовыми институтами, когда государственный бюджет не будет сталкиваться с дефицитом, когда платежный баланс не будет сталкиваться с превышением импорта над экспортом, и только в этом случае можно рассуждать о том инструменте, который может появиться в связи с введением валюты. Нужно или нет вводить в Абхазии в оборот национальную валюту? Этот вопрос обсуждается в обществе не первый год. Экономисты высказывают различные мнения, однако точно одно. Учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию, введение национальной валюты в нашей стране будет связано с многими сложностями.